Добрый вечер, дорогие мои юные друзья! Сегодняшняя сказка на ночь называется «Коза-дереза». Итак, усаживайтесь поудобнее и слушайте. Я начинаю читать. Жили-были дед да баба да внученька Машенька. Не было у них ни коровки, ни свинки, никакой другой скотинки, только одна коза. Коза, черные глаза, кривая нога, острые рога. Дед эту козу очень любил. Вот как-то раз послал дед бабку козу пасти. Она пасла, пасла козу и домой погнала. А дед сел у ворот да и спрашивает. Коза моя, коза, черные глаза, кривая нога, острые рога. Что ты ела, что пила? Я не ела, не пила, меня бабка не посла. Как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Вот и вся моя еда. Рассердился дед на бабку, раскричался и послал внучку козу пасти. Та пасла, пасла козу и домой пригнала. А дед у ворот сидит и спрашивает. Коза моя, коза, черные глаза, кривая нога, острые рога. Что ты ела, что пила? А коза в ответ. Я не ела, не пила, меня внучка не посла. Как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Вот и вся моя еда. Рассердился дед на внучку, раскричался. И на следующий день пошел сам козу пасти. Пас, пас козу, досыто накормил. Ну и затем домой погнал. А сам вперед побежал, сел у ворот, да спрашивает. Коза моя, коза, черные глаза, кривая нога, острые рога. Хорошо ли ела, хорошо ли пила? А коза говорит. Я не пила, я не ела, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Вот и вся моя еда. Рассердился тут дед на обманщицу. Схватил ремень, давай ее по бокам лупить. Еле-еле коза вырвалась и побежала в лес. В лес прибежала, да и забралась в зайкину избушку. Двери заперла, на печку залезла. А зайка в огороде капусту ел. Пришел зайка домой, дверь заперта. Постучал зайка, да и говорит. Кто мою избушку занимает? Кто меня в дом не пускает? А коза ему отвечает. Я коза дереза, полбока луплена, за три гроша куплена. А как топну, топну ногами, заколю тебя рогами и хвостом замету. Испугался зайчик, спрятался под костик и плачет, лапкой слезы вытирает. Идет мимо серый волк, зубами щелк. О чем ты, зайка, плачешь? О чем слезы льешь? Как мне не плакать? Построил я себе избушку на лесной опушке. А забралась в нее коза дереза, меня домой не пускает. Не горюй, зайка, не горюй, серенький. Пойдем, я ее выгоню. Подошел серый волк к избушке. Да как закричит, ступой, коза, спичи, освобождай зайкину избушку. А коза ему и отвечает. Я коза дереза, полбока луплена, за три гроша куплена. Как выпрыгну, как выскочу, забью ногами, заколю рогами, пойдут клочки по закоулочкам. Испугался волк и убежал. Сидит зайка под кустом, плачет. Идет медведь с толстой лапой. Кругом деревья, кусты трещат. О чем, зайка, плачешь? О чем слезы льешь? Как мне не плакать? Построил я избушку на лесной опушке. А забралась ко мне коза дереза, меня домой не пускает. Не горюй, зайка, я ее выгоню. Пошел к избушке медведь, да давай реветь. Пошла коза с печи, освобождай зайкину избушку. Коза ему в ответ. Как выскочу, да как выпрыгну, как забью ногами, заколю рогами, пойдут клочки по закоулочкам. Испугался медведь и убежал. Сидит зайка под кустом, пуще прежнего плачет. Идет петушок, красный гребешок, в красных сапогах, на ногах шпоры, а на плече коса. Что ты, зайка, так горько плачешь, слезы льешь? Как мне не плакать? Построил я избушку на лесной опушке. Забралась туда коза-дереза, меня домой не пускает. Не горюй, зайка, я ее выгоню. Я гнал, не выгнал. Волк гнал, не выгнал. Медведь гнал, не выгнал. Где тебе, Петя, выгнать? Пойдем посмотрим, может и выгоним. Пришел Петя к избушке. Да как закричит. Иду, иду скоро, на ногах шпоры. Несу острую косу, козе голову снесу, кук-карек-ку. Испугалась коза. Да как хлопнется с печи, да в дверь, да в лес бегом. Только ее и видели. А зайка снова стал жить в своей избушке на лесной опушке. Морковку жует, вам всем поклон шлет. Вот и сказочке конец. А кто из вас слушал, тот большой молодец. Ну а сейчас, дорогие мои девочки и мальчики, пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. Пусть вам приснятся хорошие, добрые сны. До свидания. Спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!